здравствуйте с вами сегодня катя васильева сегодня мы будем говорить на тему какие мы совершаем ошибки попадая в цепки лапы нарцисса оставайтесь со мной начнем с того что послушайте есть даже вот все вот кто вы мне пишите и имейла очень много имела большое спасибо за ваши отзывы за комплименты комментарии за комментарии на ютюбе пожалуйста подписывайтесь к моему каналу чтобы не пропустить следующее видео вот и посмотрите у всех у вас и вот у многих вообще из нас у всех кто живет и борется и страдает от нарцисса всех есть какая-то одна вот эта тенденция поведения одна тенденция поведения примерно одни и те же ошибки и у меня есть видео и очень много других каналов есть на ютюбе где девочки и мальчики психологи объясняют как и вот эти как их называют ну красные флаги правильно красные флаги а почему мы их игнорируем самого начала вообще непонятно но вот сегодня мы поговорим с вами значит вот сегодня хочу с вами всем похвастаться так как у нас сегодня первый вторник 2 вторник января вот сегодня в моей новой группе новая группа у меня закрытая группа абсолютно там уже мы говорим о нарциссах без фильтра сегодня у меня там был первый эфир кто хочет подписаться к той группе живой эфир по вторникам там 15 минут на каждого я отвечаю на на вопросы такая мини мини сессия до мини индивидуальная сессия очень интересно мы там все все это рассказываем уже как есть уже там говорим просто как есть вот подписывайтесь change life . solutions стать членом группы пожалуйста подписывайтесь и присоединяйтесь в наши ряды вот я очень рада сегодня был первый эфир замечательно но сегодня я вот вам хочу рассказать да вот опять таки на этом эфире там возник у нас вопрос и вы знаете чего вы все так быстро впускаете этих мужчин к себе в сердце и к себе в дом и уже живете прям с ними все сразу вот только познакомь особенно девочки молоденькие кто еще там кто вот только-только встревает в это все дело мужчина должен вас добиваться мужчина должен вас зарабатывать мужчина должен в вас вас носить на руках не надо этим мужчинам все так легко давать они не они конечно будут пользоваться этим но когда вы все это легко даете вы мужчина теряет интерес мужчина теря вот я отвечу на вопрос сегодня мне задала девочка через вопрос специального для ютюба да не надо девочки не надо им это все на блюдечке с голубой каемочка приносить и отдавать вы чё с ума посходили мужики они на это они 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 так созданные они же добытчики они же охотники и вот они охотятся добывают приносят вам дают вот тогда вы им восхищаетесь а мужчине для его эго это прямо пальзам на душу значит я сильная значит я смелый на все могучий вот она меня любит потому что вот я такой я вот это есть сделал и потом он захочет вам опять что нибудь сделать чтобы вы опять его похвалили а мы им даем хвалу мы их мы их уже любим и уже им стирать начинаем все он еще он еще ничего для вас не сделал не заработал вас не заслужил такая у мужчин такая тоже логика они любят им это нравится понимаете а нарциссам не нравится нарциссы сразу хотят все у них вот только и хватает терпения на эту цветочную букетную стадию пока вы вообще язык свой распустили и все им рассказываете всю правду о себе и о своем детстве и о своих страхах и о своих комплексах вот так вот первое и самое главное не надо сразу с мужчиной съезжаться не надо во первых вы должны знать какого вы хотите мужа если вот вы ищете мужа какого конкретно вы хотите мужа вы должны знать я хочу мужа в таком-то возрасте с таким-то телом я хочу чтобы он был такой и такой чтобы у него было это и это если у этого пацана с которым вы сейчас встречать этого всего нету то чего вы хотите ну тогда не надо этого парня хватать и с ним бежать уже уже переезжать с ним зачем потому что мальчиков дефицит у вас там или у вас дефицит самоуважения это когда мы очень-очень быстро очень-очень серьезные отношения начинаем не надо нужно дать себе время узнать человека нужно посмотреть как он к вам относится нужно посмотреть там знаете познакомиться с его семьей посмотреть отношения как папа относится к маме как мама относится к папе и так далее потому что это точно будет зеркалие абсолютное дзеркаливание ваших ваших будущих отношений и и и и когда я говорю не быстро я не говорю месяц я говорю год может быть даже больше вы чё если у него нет жилья ни кола ни двора если у если у вас такие запросы а у него такие так почему вы должны уже с этим человеком жить и почему вы должны уже быть с ним в отношениях хранить ему верность когда он вообще для вас еще ничего не сделал уже об этом мы говорили это первое нарциссы очень чем умеют пользоваться они вам так задурят голову вы будете летать в облаках вам будет казаться что вы одна единственная в на всем мире вам так повезло больше вот никому не везет только вам как повезло так у вас этот нарцисс вы будете себя с ним чувствовать и все он же чемоданчиками один раз переночевал на следующий день уже шорты оставил потом зубную щетку оставил потом две ночи подряд переночевал потом уже поздно мне ехать я уже выпил но оставайся и все и так вот он тихим сапом и в лес уже к вам в квартиру или ваш дом или где вы там живете вот и начинает девочка уже все у нее есть уже мужчина она уже это ужин и готовит конечно сексом наверное просто феноменальный и то есть все уже вы счастливы и опа начинается уже потом это а начинается это опускание знаете почему потому что ему легко это все далось легко вы ему подарили все ему ничего не надо делать не зарабатывать вас ничего зачем жениться на вас если если зачем покупать корову если молоко бесплатное вы что с ума посходили девочки знаете себе цену и даже в браке вот вы живете в браке для кто долго живет да женщина всегда должна быть непрочитанной книгой мужчине нужно должно быть с вами интересно и нарциссу и не нарциссу особенно даже не нарциссу вот у меня есть семинар про это где вы мужчина вот девочки покупают и прям восторге мужчин вы должны он все равно должен быть понимаете вот я проводила этот как его опрос да и наверное мужчин 30 я спросила что ты больше всего ценишь вот женщине конфиденц все как один в один голос конфиденц самоуважение самодостоинство интересная вы должны быть личность у вас должна быть своя жизнь у вас должны быть свои друзья свои хобби свои вы должны летать на крыльях работать вы должны то вы должны прикусить свой совдеповский язык с этим вот русским лексиконом с этими поддевками с этим брюжание с этим всем это вообще все надо убрать вообще из своей головы и брюжание и указание ему что ему делать и вынес ему мусора что-то не купил это отчет и то отчет и сё это вообще все надо убрать вы должны быть порхать вы должны быть такой женщина которую мужчина боится потерять и которому с ней интересно тогда даже знаете даже нарцисс и не нарцисс и не изменять они не будут и торопиться они будут домой почему потому что ему хочется чтобы вы его восхвалили ему хочется чтобы его 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 эго подняли ему хочется увидеть что как вы его любите а чтобы ему это увидеть он должен что-то делать он должен вас любить Он должен, понимаете, а мы все, ноги слева направо, душу на распашку, ключи от квартиры, все ему дали, все ему готовим и так далее. Мы так думаем. Женская логика, вот это вот и есть язык Марса и язык Венеры. Женщина это делает, потому что мы его любим. Я тебя так люблю, вот я хочу тебе сделать комфорт, я хочу за тобой ухаживать, я хочу тебя кормить, потому что я так тебя люблю. А мужчина, я хочу тебе вот это все дарить, это все с тобой делать, это все тебе там давать, потому что ты меня любишь, потому что ты меня поднимаешь, ты меня ценишь, я нужный, ты меня appreciate, да, ты меня ценишь, ты меня уважаешь, понимаете? А чтобы он хотел, чтобы именно эта женщина его уважала, это должна быть сильная, самодостаточная, интересная личность. Тогда он будет хотеть, чтобы вы его уважали. Не прочитанная книга, не надо раскрывать им всю душу, на раз все про себя рассказывать, не рассказывайте ничего. Ну, в смысле как? Ну, вы строите отношения, вы делитесь, вы то, вы все. Потом вы начинаете рассказывать, как вас обидел ваш бывший муж, как он вам изменял, как он то. И вы рассказываете этому, потому что он, хотите, чтобы он вас пожалел, чтобы он понял, как много вы пережили во имя любви и так далее. А мужчина абсолютно по-другому это поймет. Мужчина это поймет. Ох, ей изменяли. Ну, так значит, ей можно изменять. Чего вы, ничего, рассказывать такого вообще нельзя? Вот. Надо быть такой, понимаете? Вот как вы видите, есть женщины такие, вот мы их называем стервы там или еще как-то. Порхает, как бабочка. И мужики за ней строятся рядами. Почему? Потому что мужчины любят сильных, я не имею в виду сильных контролей, я имею в виду таких вот. И все равно должна при этом быть женственность и так далее, и тому подобное. Это и есть одна из ошибок. Мы делаем это во имя любви, чтобы показать ему, как мы его любим, а он это воспринимает как должное, и ему это становится уже неинтересно. Уже эту женщину зарабатывать не надо, она уже мне принадлежит. Вот. Поэтому такие дела. Вот. А нарциссы, да, они очень быстро хотят с нами уже отношения, уже вас схватить, связать и так далее. Потом вы начинаете замечать, как вы отдаляетесь от друзей во имя вашего этого нарцисса. Уже вы должны спросить разрешение, можно ли вам пойти туда или сюда. Зачем? Вы живете, как вы живете. Он живет, как он живет. Есть, конечно, можно сказать, я пойду туда, да, не спрашивая у него разрешения, он скажет, что это ты туда пойдешь. Ну, потому что я туда пойду, милый. Вот тут вы увидите, вот когда вы дадите время на развитие отношений, вот тогда вы увидите, нормальный мужчина будет уважать ваше вот это пространство, он будет уважать ваш выбор друзей, ваш выбор хобби, ваш выбор того, ваш выбор сего. А нарцисс не будет. Нарцисс вам будет вставлять шпильки в колеса, манипулировать с вами, добиваться того, чтобы выбрали вы его, а не подругу и так далее. И вот тогда вы увидите, кто нарцисс, а кто нет. И вот тогда вы сделаете выбор и пошлете нарцисса, и уже тогда вы съедетесь и будете жить это с нормальным мужчиной, который здоровый, который уважает ваши границы, у которого самого есть свои границы. И учитесь не брюзжать, пожалуйста. Когда мы еще встречаемся, там вообще никто никому ничего не должен. Пока люди не женаты, вообще никто никому ничего не должен. Они не имеют права ни наезжать, ни требовать, ни доказывать, ничего не надо никому. Вот это и есть любовь к себе. Не то, что там высокомерно я никому ничего не должна, а именно вот внутри стержень. И этот стержень очень чувствуется. И вас захочет заполучить и нормальный мужчина, и нарцисс. Поэтому не съезжайте сразу. Подождите, и вы увидите, и нормальный мужчина, как будет реагировать на ваше пространство, на ваши границы. А как нарцисс будет реагировать? Вот и все. Это один из таких самых-самых явных четких флажков, которые вы можете увидеть. Но вы не увидите это сразу. Не сразу. У нарцисса всегда наступит пауза, когда ему надоело притворяться. Когда надоело ему играть и разыгрывать вот эту вот цветочную букетную стадию, и вы увидите, увидите вот эти маленькие-маленькие-маленькие-маленькие обломчики, вот эти вот флажочки. И в это время, главное, но мы совершаем ошибку, мы уже настолько запали вот здесь, на любовь к этому нарциссу, мы начинаем отпускать и пропускать эти флажочки мимо своего внимания. И все, поздно. Поздно пить боржоми. Понимаете? Поэтому не надо так сразу. Я понимаю, у вас там у всех голод и жажда, и вам все мамы кричат, ты старая, выходи замуж, и когда ты там, почему ты никому не нужна, и почему тебя никто не берет в жены и так далее. Это все бред. Это все бред. Вы должны сами о себе думать, сами за себя принимать решения, и чужое мнение вас вообще не должно волновать. Абсолютно. Вы выйдете замуж тогда, когда вы все из того правильного человека, с которым вы будете счастливы. Только, чтобы определить вот это вот счастье, разницу между цветочной букетной стадией с нарциссом и счастье с нормальной мужчиной. Вот здесь главное. Вот это понять, увидеть. И для этого нужно время. Нарцисс все равно когда-то покажет свои чертики. Покажет. И если вы уже к этому времени вместе живете, то вы уже попали. Поэтому держите дистанцию, не дарите себя. Вы не подарочек на голубой каемочке. Вас надо заработать по уважениям, дружбой, интересным временпровождением, путешествиям, чем угодно. Какие у вас стандарты. Вот. Такие вот дела. Вот. Сегодня я хотела вам это сказать. Пожалуйста, девочки, уважайте себя. Не допускайте, чтобы вот так вот вы попадались и потом из собственной квартиры вам приходилось уходить, потому что вы попали на нарцисса, потому что вы так влюбились, что вы пропустили все флаги. Время. Время. И у вас может быть выбор. Вы можете встречаться, я не говорю там спать, но вы можете встречаться и смотреть по сторонам и выбирать правильного, грамотного, лучшего партнера. Время. Вы не поймете, вы съезжаетесь с нарциссами через месяц. Вы что? Это неправильно, это абсолютно неверно. И а почему, даже вот задайте себе вопрос, а почему это там, например, сорокалетний мужик уже хочет со мной жить? А что он хочет жить в моей квартире? А где его квартира? О, а нарцисс же вам пропоет песни, что он свою квартиру маме отдал, и жена его, бывшая его, разула, раздела, и бывшая жена там такая тварь и такая эта, и траль, а вы будете верить, да, они все твари, а я у него королева. Вы будете точно такой же тварью, когда он от вас едет, через там годик или через два. Не верьте, это все ложь. Нормально мужчина такого не будет говорить. Мужчина со здоровой психикой, вообще, или они, вообще люди избегают разговоров про прошлых своих партнеров, про своих эксов. Зачем про них говорить? Если я говорю про своего экса, что он был полный идиот, ну так значит, я идиотка, что я с ним была. Так а спросите этого нарцеса, а что ты тогда был женат на этой женщине? Или как они любят говорить, ой, она старая, страшная, она там, то, все, ой, да никогда я к ней, да ты что, да почему ты ревнуешь, да она же там это, а потом вы узнаете, что она модель там какая-то, знаете, и послала его. Это все ложь, очень-очень-очень много лжи, поэтому, но, вот это вот сразу, вот, заводить отношения, да, я буду с тобой, ой, я вот тоже рассказывала девочкам там свою историю, мой муж второй тоже мне сказал, все, у нас с тобой должны быть эксклюзивные отношения, я требую эксклюзива, ну, когда он еще был моим парнем, да, я же такая, ой, это значит, он меня так любит, это он хочет быть только со мной, это я так подумала, а он что подумал, я буду делать то, что я хочу, но я хочу это, make sure, убедиться, что ты не будешь делать ничего, что ты хочешь, вот и сиди, ой, я и сидела, мы все сидим, потому что мы верим, включаем мозги, девочки, включаем мозги, хорошо, все, я вас всех благодарю за подписку к моему каналу, и за подписку к моей новой группе о нарциссах без фильтра, вы можете зайти на веб-сайт changelive.solutions и присоединиться к группе, там на первой, на главной странице есть присоединиться к группе, и есть меню программы, можете посмотреть, какие там у меня есть программы, семинары и так далее, следующий семинар 12 шагов начинается в июне месяце, этот семинар уже начался, мы уже проработали целые вот эти две недели, и следующий подписывайтесь к июню, я вас всех люблю, целую, большое вам спасибо за внимание, хорошего вам 2019 года, пожалуйста, займитесь этим годом для себя, для себя любимой, и так далее, и тому подобное, с Новым всех годом, с Рождеством, всего вам доброго!